Здравствуйте дорогие друзья! В этом выпуске мы благополучно закрываем первую сотню качественных приложений из App Store и Google Play. Сразу хочу выразить слова благодарности всем тем, кто в комментариях оставляет реально годный софт для мобильных платформ. Не буду затягивать, ставим лайк и усаживаемся поудобнее К значит качество, а у нас 4К. Разработчики крутейшего платного фоторедактора N-Lite выпустили вторую часть своей отличной программы. И первая с чего стоит начать, она стала бесплатной. Прыгать от счастья не надо, часть инструментов и возможностей будут доступны только за деньги, но самое главное ограничение так это бесплатное использование только двух слоев. В целом программа позволяет комфортно создавать на мобильных устройствах сюжеты с двойной экспозицией, наложением снимков, корректировать изображения, работать с RAW и пользоваться всеми премудростями любого другого простого фоторедактора. Это я про надписи, стикеры, ретушь и прочие мелочи. Основа программы остается за слоями и взаимодействие между ними. Выигрыши остались любители халявы, а вот те кто захотят купить полноценную Pro версию вряд ли обрадуются, потому что раскошелиться придется аж на 20 долларов, а это ой как не дешево для мобильного мира. Ну конечно некоторые инструменты можно купить и отдельно за более низкий ценник. Пожалуй лучшей альтернативой штатному календарю iOS станет приложение компании Flexibits Fantastical 2. Это действительно очень умная программа, которая позволяет избегать многих рутинных действий и предоставить все имеющиеся события в виде удобного списка или информативного календаря. Нахваливать можно бесконечно, а инструментарий программы реально поражает, но я бы хотел акцентировать внимание на недостатках, а их три и они довольно существенны. Первый и пожалуй самый главный, программа не имеет русской локализации. Все бы ничего, но самая крутая фишка приложения интеллектуальное извлечение из текста новой задачи всей важной информации. Можно так и писать, что собираюсь встретиться с тем-то тогда-то там-то, период времени во сколько напомнить, а в календаре будет только изящная встреча с тем-то, а остальные поля автоматически заполнятся. Так что если вы ферштейн на English, то проблем не будет, а остальные не смогут воспользоваться этой функцией. В будущем разработчики обещают добавить русский, но это не такая уж и простая задача именно для этого приложения. Второй недостаток цена. Проблема в том, что программа для iPhone, iPad и Mac продается за разные и в некоторых версиях неприлично большие суммы. И третий отсутствие версии для Android и Windows, то есть отсутствие межрасовой кроссплатформенности. В остальном календарь невероятно качественный, красивый, юзабельный и с множеством настроек. А вот с сервисом Foodmap вы всегда найдете где вкусно и недорого перекусить. Или если же гулять, так хоть делать это в очень приятных заведениях обслуживаемых по высшему разряду. Недавно программа обновилась и теперь содержит не просто карту заведений городов России и зарубежья, но и самые актуальные скидки и акция. Так что теперь можно и нужно есть с должным уровнем экономии. Зелеными значками отображаются акции, а красными скидки. Помимо этого разработчики регулярно сами договариваются с заведениями о проведении таких приятных акций, так что проходить мимо этого бесплатного приложения настоятельно не рекомендую. О всех остальных крутых функциях мы уже рассказывали в полноформатном обзоре на канале, так что велкам смотреть это видео и скачивать качественный софт. Стаканчик это относительно новый агрегатор материалов который призывает вместо бестолковых мемов и бесконечных шуточек из контакте узнать много увлекательной и необыкновенной информации, которая и в голове отложится и времяпровождение за чашечкой чего-нибудь разбавит. Разработчики действительно заморачиваются о предоставляемом контенте, чтобы он был максимально интересен, познавателен, информативен и сжат. Ведь время это ценнейший ресурс, а тут за полминуты можно просчитать интересный факт, статью или даже целую историю. Есть и короткие видеоролики. Программа бесплатная, на русском практически не имеет рекламы и напрочь лишена каких либо встроенных покупок. Предупреждаю сразу на тестовой сборке iOS 11 пока программа крашится на запуске. К финальному релизу прошивки разработчики обещают допилить этот досадный момент. Ну собственно поэтому я и доставал жонкиного вторичка. Бесплатной и не освещенной в наших выпусках программы еще затесалась Lightroom от Adobe, мимо которой определенно не стоит проходить. Программа обладает внушительным набором инструментов и стилей из взрослой настольной версии Photoshop. Вам будет доступна обрезка, коррекция холста, красочные сортированные по группам стиле, настройка цвета, света, множественные эффекты и коррекция дисторсий. А вот локальная коррекция, синхронизация с облаком и работа с файлами RAW доступны только по подписке к сервису Creative Cloud. Но там вы уже сможете вкушать все вкусности не только мобильных, но и настольных решений. Lightroom утилита крутая и стоящая, тем более большая часть функций бесплатно, а само приложение русифицировано. Если вам порядком поднадоело постоянно митаться между мобильными и социальными сетями ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер и Ютуб, для того чтобы получить актуальную информацию о популярных аккаунтах, людей и сообществ обязательно установите бесплатную программу UltraTab. Приложение будет собирать в единую ленту все события популярных людей, что значительно сэкономит время и позволит избежать некоторых рутинных действий. В приложении есть удобный поиск, а если человека или сообщества не оказалось, то вы с легкостью сможете отправить запрос разработчикам, который в свою очередь оперативно рассмотрит предложение, что позволит избежать попадания в ленту фейковых аккаунтов, что немаловажно. Материалы легко добавляются в избранное для дальнейшего просмотра в том числе и в режиме оффлайн. Есть стартовые категории, которые активно пополняются. Благодаря ним вы сможете найти новых людей и сообщества близкие по духу. Раздел с играми вот-вот добавят. Не беспокойтесь. Приложение на русском языке бесплатное и не требует регистрации. Эту программу также посоветовал наш подписчик и это самый настоящий must have софт, который будет полезен при осуществлении ежедневных расчетов. Помимо банальных вычислений процентов чаевых скидок здесь присутствует полноценный бизнес калькулятор для подсчета НДС, налога с продаж, рентабельности, наценки и еще целого списка важных показателей. Немаловажная особенность программы заключается в том, что любое значение может быть не только источником, но и результатом вычисления. То есть подставляйте значение в любом месте поля и получайте неизвестное. Программа на русском, бесплатная, а в качестве небольшого неудобства выступает компактный рекламный баннер в нижней части дисплея. Его можно убрать за символическую плату. Большинство продуктов Adobe так или иначе связаны с коррекцией подгружаемых изображений. Скетч – другая тема. Тут уже творческие натуры могут, ну если не полноценно, то уж точно относительно комфортно рисовать на мобильном устройстве. Ручки, карандаши, краски, кисти и прочие инструментария откроют широкие возможности для переноса картинки из головы в цифру со слоями. Есть глубокие настройки параметров цвета, непрозрачности наложения, гибкая настройка инструментов, продвинутый экспорт эскизов со слоями, в дочерние мобильные и настольные продукты Adobe. Как и во всей линейке приложений по большей части Photoshop Sketch софт бесплатный, но есть и моменты требующие подписки на Creative Cloud. Программа на русском. Если поднадоело заполнять неудобные собственноручно составленные таблицы Excel для контроля за показаниями счетчиков при оплате коммуналки, то пора как минимум попробовать приложение SmartJKH. Программа позволяет добавлять квартиры, различные настраиваемые счетчики, ввести статистику потребления, получать данные об итоговой стоимости за услуги, а также наглядно и комфортно ввести статистику по услугам ЖКХ. Жителям России повезло больше. Им доступна автоматическая загрузка актуальных тарифов. Остальным придется вводить данные ручками. Софтина получилась качественная и продуманная. Приобретая премиум подписку пользователи получат неограниченное количество мест и счетчиков, виртуальные счетчики для подсчета различных показателей и подробную статистику. Но бесплатных возможностей программы вполне хватит рядовому пользователю для фиксации показателей в квартире. Приятно, что разработчики регулярно допиливают софт. Многие мечтают переехать на ПМЖ в США, а те кто не мечтают уже переехали. Путь в страну возможностей тернист и сложен и одна из важнейших структур с которой точно придется столкнуться служба гражданства и иммиграции США. Так вот, эти ребята выполняют административные функции связанные с национальной безопасностью и вам обязательно придется пройти их тест. Поможет потренироваться и изучить многие полезные материалы, их официальное приложение, в нем есть как тестовая, так и теоретическая части, которые помогут подготовиться к собеседованию. В программу заложено 100 официальных вопросов, которые задают специалисты с озвучкой, как будто вас уже тестируют и прилагаются подробные ответы. Программа доступна на английском и испанском языках, абсолютно бесплатная и не имеет рекламы. Отличный способ проверить и дополнить свои знания истории США и попрактиковаться в английском. На этом наш ролик заканчивается, в комментариях жду ваш любимый качественный софт для мобильных платформ и желательно чтобы он не повторялся с приложениями из предыдущих выпусков. Так что обязательно посмотрите и их, там много чего полезного и интересного. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски, где и увидимся. Пока-пока.